Интересные факты о курении В начале 20 века врачи советовали беременным женщинам курить, чтобы не полнеть. В 1588 году американец Томас Харриет начал пропаганду ежедневного курения табака как способ оздоровления организма. Вскоре он умер от рака. А курок сигары, который выкурили за несколько секунд от вступления в Новой Зеландии в силу запрета на курение в общественных местах, был выставлен в интернет-аукционе и ушел с молотка за 5300 долларов. Согласно книге Николаса Мандараса, которая посвящена целебным растениям Америки, табак способен излечить 36 болезней. Книга была издана в 1571 году. В Англии ввели запрет на рекламу сигарет еще в 1965 году. В Америке в 1970-м. В России этого ждали еще 35 лет. Согласно исследователям Гарвардского университета, некоторые известные марки сигарет повышают долю никотина с каждым годом. С 1997 по 2005 года количество никотина в сигаретах возросло на 11%. На сегодняшний день Америка оставляет в себе намного меньше сигарет, в основном она поставляет их в другие страны. Сигареты входят в число самых ходовых товаров. За год продается около триллиона сигарет на сумму 400 миллионов долларов. Пока еще не доказали ядовитость табака, его использовали для лечения. Европейцы приняли от индейцев один из методов – табачные клизмы. По непонятной мне причине этот метод широко применяли для спасения утопающих. И инструменты для их проведения входили в спасательные наборы, которые расставляли вдоль пляжей Темзы. В Галадии намного безопаснее курить травку, чем сигареты. Курение травки, в отличие от табака, хотя бы не запрещено законом. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая четвертая проданная сигарета – подделка. До конца XVII века курение называли сухим пьянством, а лишь потом возник термин – курение. Самая дорогая пачка сигарет была продана за 100 тысяч долларов, причем качество табака ничем не выделялся, а вот сама пачка – из белого золота с инкрустированными бриллиантами. Есть легенда, что Жан-Нико, французский посел Португалии, преподнес табак королеве Екатерине Медичи в качестве средства от головной боли. В знак благодарности королева дала новому лекарству имя дарителя – никотин. Я не спорю, в курении тоже есть свои плюсы. Например, всегда есть чем занять руки. Есть предлог для того, чтобы на 10 минут сбежать от работы. И даже не буду спорить, это расслабляет и располагает к общению. Ведь всегда есть чем заполнить паузы в разговоре. И на что отвлечься. И тем не менее я не курю, потому что все то же самое делают семечки и шоколадка. Вот только после них нет неприятного запаха и вообще никаких последствий. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Свои отзывы о видео можете поставить в комментариях. Будьте здоровы! С вами был ТОК-10. Всего хорошего!